За 20 лет так называемых реформ Особенно тяжелейший удар нанесен по агропромышленному комплексу В разы сократилось производство основных продуктов питания Мяса, молока, других рыбы, других важных продуктов Дело в том, что все эти 20 лет реформы шли за счет ограбления крестьянства И за счет беспредела землепользования нашей страны Сегодня 45 миллионов гектаров земли не обрабатывается Зарастает бурьяном и лесом Уничтожено поголовье крупнорогатого скота Мы будем говорить на 70-80% Из 60 миллионов голов крупнорогатого скота Осталось максимум 15-17 миллионов Из 21 миллиона коров осталось где-то 5 с небольшим Таким образом, резко сокращено поголовье скота Уничтожена огромная база Где содержался крупнорогатый скот Другое поголовье Это стоит неимоверно больших денег И все это на совести сегодняшней власти Но самое опасное, трудное За это время практически разогнан Уничтожен сам крестьянин Если в 91-92 годах В сельском хозяйстве работало 8 миллионов человек То сегодня работает чуть больше 1 миллиона Опустили десятки тысяч деревень Закрыты школы, больницы Медицинские пункты И огромные территории Начиная от Балтики до Урала И в самой Сибири Оказались обезлюдившими И сегодня десятки тысяч деревень Где живет 5 и менее человек И много таких сел и деревень Которые прекратили свое существование То есть мы откатились на многие-многие столетия назад И такого преступления не совершал Ни единый враг То ли это касается французское нашествие В 1812 году То ли это нашествие фашистов Они ничего подобного сделать не могли Немцы, пребывая фашистские войска На территории России Три года сократили поголовье Крупнорогатого скота Всего-то на 3% Наши так называемые реформаторы Которые вместо реформации И реформирования Вели прямое уничтожение Агропромышленного комплекса И самое главное Основу государства российского Они почти уничтожили само крестьянство И те сегодня Телевизионная похвальба О развитии сельского хозяйства Это не что иное Как прямая ложь И очередной обман Нашего населения Продовольственную безопасность Мы потеряли за воно И сегодня мы В огромной зависимости От Запада Который к нам поставляет Залежалую продукцию Которая, как говорят Наносит удар по здоровью Нашего народа Поэтому Говорить о том Что кто-то чем-то занимался В вопросах Аграрного производства Это откровенная ложь Ибо поддержка Последние 20 лет Крестьянин Составляет в районе Где-то 1% От национального бюджета Это трагедия Я хотел привести Слова знаменитого Деятеля Франции Джан-Жака Жоруссо Который говорил Каким бы богатством Обладала страна Но если у него нет Своего продовольствия Оно не может быть Свободным государством Оно колония И мы привели страну Именно к такому состоянию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому